Доброе утро! Мы сегодня ночью прилетели в Дублин, остались в отеле, здесь спали, проснулись утром и сейчас идем на завтрак, а сегодня у нас уже вылет в Нью-Йорк. Знаменитый ирландский завтрак, кто пробовал, тот знает, насколько это прелесть вкусная. Вот мама еще взяла более разнообразный. Я не взяла себе помидоры, фасоль, сардельку и скрамбл. А у Андрюши тут вообще... Самое главное это кофе. Ой, у меня будильник звонит. Ой, мам, просыпаться пора. Чтоб ты не тыкала своими ногтями. Ой, с***ка, б***ь! А у меня сотрясение мозга! Да ладно. И не могу двигать головой. Мама, ты понимаешь, насколько я рада? Да. Да? Да. Я такой грибочек. Или еду в самолет, но Андрюшу не понравилось, как она лежит в пакете, поэтому он решил все переставить. Она оформлена там не по правилам логистики. Ага. То есть так, да. Просто контейнер бы ее запозил. Клинки апдейт. Мы все прошли, все границы, все контроли. Два контроля для людей, которые летят в Америку и из Ирландии. А на пограничном контроле, когда проверяли наши визы, паспорта, у мамы забрали ее сэндвич. Прикол в том, что мы в магазине перед пограничным контролем купили бутерброды. Я с Джоан взяли с тунцом и кукурузой, а мама взяла с беконом и с яйцом. Они на границе сказали, что с беконом сэндвичей нельзя. Мы только что увидели на таблице то, что у нас отменили рейс. Посмотрите, там написано «cancelled». Джоан, what the fuck is happening? Знаете, я не думала, что я могу столкнуться с такой жопой на своем пути. Я в такие моменты обычно не снимаю видео. Я сижу на полу, и я готова, в принципе, объяснить вам, что происходит. Я немножко успокоилась, пришла с мыслями и встретилась с ними. Истерящий ребенок. У тебя был истерящий ребенок? Я был готов заплатить любые деньги, которых не было. Чтобы добраться в Нью-Йорк, когда отменили все рейсы на определенных самолетах. Это я, если что. What the fuck? It's from my coach. Если вкратце, нам нужно было 3000 евро, чтобы купить 4 билета, чтобы долететь сегодня до Нью-Йорка. А потом нам еще сказали, что это только в один конец. Да, это было. Мы просто сказали, извините, мы бедные. Нам придется делать что-то по-другому. Мы приехали в аэропорт, зачекинились. Прошли все регистрации, два контроля, прошли паспортный контроль. Чувак сказал, что мы уже находимся в Нью-Йорке, пройдя этот паспорт и контроль. И мы как бы уже все настроились, сели, пожрали со своими бутербродами. Все расслабились, отдохнули. И мы сидели прямо возле таблицы, где были написаны все рейсы и все посадки. Перед нами был рейс в 2.55, а наш рейс был в 3.20. И они объявили, что тот рейс отменен. Мы смотрим на таблицу. Наш рейс тоже отменен. И я такая, это, наверное, шутка какая-то. Это, видимо, ошибка просто, перепутали. Нет, потом мы узнали, что полмира, в принципе, отменило рейсы. Все из-за того, что недавно упал самолет эфиопских авиалиний. Мы узнали, что огромное количество стран отменили и закрыли вообще свое воздушное пространство для рейсов на Боингах 737. Именно на этой модели самолета. Именно на этой модели самолета, на которой должны были лететь мои. Мы должны были лететь на этой модели самолета, который пару дней назад попал в катастрофу. Сначала я держалась в руках, честно. Первые 10 минут, наверное. Мы начали искать билеты, мы начали искать другие выходы. Мы посмотрели то, что через 2 часа есть еще один вылет в Нью-Йорк, в аэропорт ДДФК, который стоит 1000 с чем-то евро на одного человека. Нас четверо. Поскребли по сусекам и поняли, что денег у нас нет. Я начинаю звонить всем, кому можно. Говорю, пришлите мне денег, пожалуйста. Мне на карте нужны деньги, потому что наличка они у меня были, а на карте нет. А лучше всего то, что нам сказали, что у вас 8 минут до конца регистрации. В общем, по итогу мы успокоились. Присоединились в очередь к людям, которые тоже не улетели на этом самолете. И нас заселили в этот прекрасный отель. Нам оплатили ужин, на который мы сейчас с вами пойдем. Жопа. Вот такой вот у нас сегодня ужин. Просто единственный кайф за сегодня. Просто не представляешь, какая историческая хуйня сейчас происходит. Вот все эти самолеты, которые закупили, которые проплатили, которые... Прямо сейчас упал еще на долларах. Было 23,23. На 6% уже упал акции Боинга. Смотри, упадает и упадает. Вот эта новая модель самолетов, у них есть какая-то проблема с электроникой. И в этой проблеме, получается, он когда идет на взлет, у него начинает западать нос. И это подконтрольно, как бы, это как автопилот, да, делает, но у них получается какой-то сбой. И из-за этого самолет падает. Это самолет, который разбился в Эфиопске. Он тоже у него падал нос. Да, он абсолютно новый. И это именно новая модель. Новая модель. И сегодня, когда мы уже были зачекинили, прямо перед нашим вылетом пришла эта информация. И все, по всему миру, да, Америка пока не запретила, но вся Европа, Индия, Индонезия, Австралия, Китай, все запретили полеты этих самолетов не только у них, взлеты, посадки, но и на Авиапросточные, да. И вот буквально, когда мы уже сидели, шли на посадку, эта информация пришла, и поэтому нам мы закрыли перелет прямо вот. И мы сейчас сидим, и мы в центре вот этих всех событий. Эрбуз, а ну, проверь Эрбуз сейчас дома. Мама сейчас акции пойдет покупать. Эрбуз сейчас будет расти, смотри. А почему? Потому что это самый большой курьер. Ага. Моинку сейчас падает, значит, все будут... Но есть еще бомбардир, есть еще этот... Эрбуз будет расти, проверь, оттим. Мама, что с нами происходит? Ну, серьезно, это у Кейла, но это было хорошо. Передай бомжам привет. Эдик, гиди на Брайтенбом. Мы почему платим? Потому что мы переживаем за Эдика Мы хотим найти ему, где ему жить, и не можем Я не знаю, что сейчас происходит Мы сейчас в онлайн-чате с представителями этой авиакомпании Norwegian Airlines Они просто конченые какие-то Они говорят, что у нас должна быть страховка на такие случаи Это является полным бредом Я, честно говоря, не знаю, что сейчас мы будем делать Есть вылет в 9 утра, но он опять чувствует денег И, знаете, я как-то пыталась держаться Как-то пыталась собраться с мыслями Но я не знаю Я буду вас держать в курсе Он сейчас общается с представителем авиакомпании Которая просто тупорылая до невозможности Ее зовут Любовь, к себе Ее зовут Любовь, жаль, что не Надежда К сожалению, она же соотечественница Задай вопрос на русском Ты тупорылая с*** Я думала, что мы русские Там, она конченая Видно О, мой бог, ты ты флакен О, битоник со мной Я сейчас похожа на какашку Я за сегодня, наверное, никогда в жизни столько не уплакала Но завтра в 9 утра мы вылетаем в Нью-Йорк Я думала, что я умру У меня легче сейчас Мы рядом с землей, у нас осталось еще минуты 3-4 И мы приземлимся в Ирюшу Я просто не верю На сайте написано, что осталось 3 минуты Мы почти там Как, буквально, 5 секунд 5 4 3 2 1 2 3 1 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 9 9 9 10 10 9 10 10 10 11 10 9 10 10 10 11 13 14 15 16 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 20 18 19 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 22 22 23 23 24 Ива, давай еще раз. Хорошо, давай только стаканы. Да я сделаю. У нас просто прекрасный вид, но чтобы вы понимали, все на самом деле не настолько плохо. Это просто у нас не та сторона здания, потому что вот с той стороны здания Уолл-стрит. Вот где-то вот там вот. Я сходила в душ, помыла голову, я чувствую себя свежей, чистой, наконец-то после такого стресса, после всех этих перелетов. Все чистые, все свежие. Сейчас пришла в наш коридорчик, вот отсюда вход в наш апартамент. А вот здесь вот у нас гладильная доска с утюгом. Я сейчас буду гладить себе одежду на сегодня. Я сегодня вот такая вот американка. Вот, Джоан уже накрасилась. Красиво, а я похожа на грибочек, поэтому я сейчас буду вот краситься вот здесь вот. Родители мы уснули, а мы с Джоан готовы. Эдик не отвечает, потому что у него нет интернета. Поэтому мы сейчас спустимся на ресепшн, посмотрим, где он, погуляем. Может, он потерялся где-то, у него нет интернета. Может, у него телефон разрядился, я не знаю. Мы очень-очень голодные, потому что все, что мы ели, это сегодня завтрак в самолете. И там был маленький омлетик. Мы немного пофоткались, и смотрите со мной этот знаменитый желтый автобус. Как во всех американских фильмах. Эдика мы на улице не нашли. Джоан меня просто проклинает, потому что она очень голодная. Что ты хочешь сказать? Я вовремя. Сейчас очень сильно зла, потому что мы вернулись в отель, потому что мне Эдик написал то, что он почти подходит. Просидели там 40 минут, я ему пришел, мне отвечает. Я блин, икаю, потому что я голодная, потому что в последний раз мы ели в 9 утра по российскому времени. А сейчас в России 12 часов ночи. И почему здесь везде русские? Вот куда не пойду, везде слышу русскую речь. Кто смотрел мои влоги из Лондона, я знаю то, что мы туда ездили с Джоан как раз-таки. И она меня отвела в один обалденный мексиканский ресторан, называется Чиколей. Если вы подписаны на американских блогеров, то, скорее всего, вы про него слышали. Это все мне. Охереть, не встать. Посмотрите на размер этого буррито. В куда это вместится? Точно не в меня. Джоан взяла себе вот такой вот салатище. В наполнении у меня все то же самое, просто у меня это завернуто в лаваш. Мы вернулись в наши апартаменты. Мама с Андрюшей до сих пор спят, и мы не знаем, будить их или нет. Эдика в апартаментах нет, на телефон он не отвечает, и я не знаю, что делать. Мы уже час ждем Эдика, у меня кроссовки сильно натерли до крови ноги, я наклеила пластыри, погрела свой буррито, сейчас доем его. Он не отвечает, я сказала, что если он не ответит до 7, то мы уходим. Класс, Джоан только что написал ее бывший парень, который хочет с ней встретиться в Нью-Йорке. Сейчас она пойдет с ним гулять, а я буду сидеть ждать Эдика. Блин, что может быть лучше, не знаю. Приехали в Нью-Йорк. Мне только что позвонил Эдик, спустя 4 часа, пока я сидела в бывший лосовой буррито, и сказала, что он в Старбаксе прямо возле нас, 4 минуты ходьбы, но он не может нас найти. Поэтому я сейчас иду на поиски Эдика по ночному Нью-Йорку. Люблю свою жизнь. Я тебя ненавижу. Где ты была? Мы проходили улицу, и Эдик говорит, это офис Кейси Найтстад. Я говорю, ты что прикалываешься? Он говорит, это реально он. И походу, походу, это реально он. Это 100%. Там съемки происходят, да. Ты постучи. Здравствуй, это Мишель Кенелли. Огромный фанат. Мы уже где-то... Сколько мы идем? Это полтора часа, наверное. Час, да? Час-час. Мы уже где-то час идем пешком с Уолл-стрита на Тайм-скуэр. Мы зашли в магазин, потому что мне нужно было купить один продукт для Мэйбеллен, для рекламы. Мы почти дошли до Тайм-скуэра, и сейчас проходим Брайант... 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 Брайант парк. Вон, оно так называется. А Эдик за сегодняшний день сделал 44 тысячи шагов. Посмотрите, какая красота. Вот это начало Тайм-скуэра. Субтитры сделал DimaTorzok